Журналисты и гости нашего пресс-центра. Сегодня мы поговорим о баскетболе. Будем говорить о матче сборной Украины против Германии. Женщины. Квалификация к чемпионату Европы 2017. Я представляю наших спикеров. Владимир Холопов, главный тренер национальной сборной Украины. Диандра Мосс, игрок команды. И Олеся Малошенко, игрок команды. Еще раз добрый день, пожалуйста, я передаю вам слово. Вы хотите, чтобы я что вам сказал? Что 19-го игра состоится. Скажите, пожалуйста, комментарии по предстоящей игре. И, наверное, всех интересует, в каком составе приедут соперники. Меня это тоже интересует. На самом деле от этого зависит во многом результат. Знаю, что для команды Германии эта игра по большому счету ничего не дает. Они выше третьего места подняться не могут. Но для нас эта игра, это попадание на финальную часть чемпионата Европы 2017. Независимо от того, в каком составе команда Германии приедет, мы будем делать все для того, чтобы эту игру выиграть. Если они придут в ослабленном составе, мы постараемся ее убедительно выиграть. Отлично. А на каком тренерном положении находится сейчас сборная Украины? Да, сборная Украины сейчас находится на первом месте. Вы знаете, что мы сыграли 4 игры, у нас 4 победы. Пожалуй, это самый сложный тур для нас. Германия дома и Сербия на выезде. Понятно, что сборная Сербии является основным конкурентом за первое место. На мой взгляд, что было бы очень неплохо нам занять первое место, в силу того, что на финальной части чемпионата Европы можно попасть в корзину с сильными соперниками. И есть больше шансов выйти в следующий круг соревнований. Какие команды находятся в вашей группе? В нашей группе находятся Люксембург, Германия, Сербия. В каком составе на сборы приехала Украина? Сколько человек? Какое состояние физической подготовки? Как проходят сборы? Ну, вызвал я 15 человек на эти сборы. Практически 10 игроков играют все за рубежом. Есть представители команды Тимсков, представители команды Авангард, которые играют в Украине. Скажу вам честно, такая формула проведения отборочных игр чемпионатной группы для тренера достаточно неплохая. Евроки приезжают в хорошей форме, они уже начали с чемпионаты, они играют в Еврокубке, Евролигу играют. И, скажем, меньше работы, реально так и есть, меньше работы и меньше подготовки к играм. Основное внимание мы уделяем практической подготовке и бросковой подготовке. И понятно, чтобы были хорошие эмоции, положительные и психологический настрой был на победу. Условия для тренировок, как команда готовится? Условия для тренировок у нас почти идеальные, я так скажу. Мы живем в хорошей гостинице, с хорошим питанием. Немножко долго нам добираться до зала, но это не является проблемой. Не является какой-то проблемой, комфортабельный автобус. Зал краян находится после ремонта. Ну, достаточно хороший зал, чистый, аккуратный. Делают все для того, чтобы нам было уютно в нем. Включают нам тепло, есть вода. Все, что нужно для работы, там все есть. Вопрос к одесситке Лесе Малашенко. Как впечатления после чемпионата в Турции? Как ты вернулась в Одессу? Как тебя принимали как коллектив? Ну, во-первых, здрасте. Было очень приятно узнать, что игра будет проходить в Одессе, в моем родном городе. После чемпионата в Турции, там очень сильный чемпионат. Каждая игра важна и интересно играть. Но зная, что мы приезжаем ради более важной игры сюда. То есть, вот так же, как и Диандра, она подписалась со мной в команде, так же играет. Эмоции хорошие, правда, холодновато. По сравнению с Турцией, холодновато? Да, по сравнению с городом в Турции, где я нахожусь, в Мерсине. Здесь прохолодновато. Вопрос тогда к Деандре. Как тебе Украина? Как тебе коллектив? Как тебе коллектив? Я не провела слишком много еще в Украине, только несколько раз приезжала, буквально несколько дней, по тренироваться с командой. Каждый раз, когда я приезжаю, естественно, не хочется выйти на улицу посмотреть, как оно здесь все в Украине построено, но в силу того, что у нас есть много тренировок, этого невозможно. Но девочки очень прекрасны. Я имею в виду, мы все вместе, у нас есть хорошая индустрия. Девочки все очень хорошие, и у нас очень хорошие взаимоотношения в команде. Как вы оцениваете ваши шансы на победу и игру в дальнейшем в следующем году именно в Чингтонат Европы 2017? Как вы оцениваете ваши шансы на победу и игру в следующем году? Мы знаем, насколько важна эта игра, и мы чувствуем, что нам важно быть вместе. Я надеюсь, что мы находимся дома, и для нас эта игра будет лучше. Она не так долго находится в Украине, только с июня несколько раз приезжала, но отношения в команде с девочками на площадке очень хорошо складываются, так что она уверена, что игра будет положительной. Супер, мы тоже надеемся на это. И еще хотел спросить, как вам в Канаде вот этот шанс, который вам предоставили, что вы приехали именно представлять Украину? Как вы ощущаете свои силы, что вас доверили именно вам этот шанс? Это большая ответственность. Это большая ответственность. Но, как профессионал, это что-то, которое я привлечу. Когда ты делаешь какие-то вещи, ты делаешь себя в определенный способ. Это же самое, что я делаю в последние 7 лет. В последние 7 лет она играла в профессиональном баскетболе, поэтому она понимает, что это большая ответственность. У нас много талантливых игроков, которые дают возможность проявлять ей себя, и она дает возможность им, поэтому взаимоотношения хорошие. Леся, еще такой вопрос. У тебя же, наверное, здесь в Одессе тоже много друзей. Ты кого-то лично, наверное, хотела пригласить на игру, кого давно не видела. То есть сделай как одесситам приглашение на нас. Уважаемые дорогие одесситы, приглашаю вас на нашу игру 15-го числа. Приходите, болейте и вносите в нас ваш позитив. Здравствуйте, хотелось бы попросить вас охарактеризовать соперника. Какая у него тактика игры и на что вы будете сами делать акцент в подготовке к игре? Команды Германии, на мой взгляд, очень хорошие, очень хорошие команды, очень сильные соперники. Если они приедут в полном составе, есть ряд игроков, которые играют, даже не в Германии, играют во Франции, а в Испании. Команда и опытная этим составом давно играет, и очень дисциплинированная. Но мы, скажем, играя не лучшую игру в Германии, на мой взгляд, сумели там выиграть. Поэтому наши шансы, я думаю, очень хорошие. Все, что необходимо по нашей работе, мы разобрали. Есть видеоматериалы, есть возможность делать скаутинг, есть возможность разобрать каждого игрока. То, чем мы и занимаемся, сможем подготовить наших игроков, чтобы они были просто познакомились. Не познакомились, а в очередной раз нам подчеркнуть сильные и слабые стороны команды соперников. Они это все увидят, комбинации, все это мы разберем, походим пешком, покажем, где руку поставить, где ногу поставить. Это такая рутинная работа, без которой не делается современный баскетбол. Ему просто нет без этого. Но я думаю, что команда Германии, на мой взгляд, сегодня не показывает свою силу. Я думаю, что у них есть хороший потенциал в этой команде. Вчера они играли с командой Польши, и даже при отсутствии лидеров команды, Бёрд, Куб, не было Скубалы, не было Мерш, четырех игроков не было. И они выглядели очень хорошо, и команду Польши обыграли. Главное, что они играли очень хорошо. Никто не терялся, никто не кашевался. Мы ожидаем достаточно сложную игру, но многое будет зависеть от нас, как мы будем отдаваться игре, как будем бороться, как сможем побежать, как нас трибуны поддержат. Это очень важно все. Одесса обычно очень хорошо реагирует и принимает баскетбол. И хотел бы вопрос еще задать о будущей, о предстоящей игре, которая будет у вас на выезде, как я понял, в Сербии. Когда вы улетаете туда, в каком городе это состоится, какого числа? Где можно будет посмотреть непосредственно эту игру? Мы уезжаем в Одессе, отыграем игру 19-го, 20-го в Киеве. В 21-м мы на международной теннисной академии, у нас есть еще один рабочий день. 22-го в 4 утра мы вылетаем в сторону Белграда. Игра будет в городе Нэш, если я не ошибаюсь. Там два с половиной часа еще есть для Белграда. Причем? Скажите, пожалуйста, а у вас состав команды менялся за этот период? Нет, вот этот сборочный цикл мы отыграли достаточно стабильным составом. Были небольшие изменения, но этот один игрок выпал, Саша Чех получила травму. Сейчас не доехала Саша Каменчук, она приняла российское гражданство и стала гражданкой России и не может играть в сборную Украину. По большому счету, все остальные игроки, ну и не добавилось, это как усиление однозначно. Я думаю, наша команда стала намного сильнее. В составе только одна одесситка? В составе есть одесситка и Катя Дорогобузова из Белгород-Днестровского, поэтому Одесскую область представляли как минимум два игрока. И с учетом того, что я два года играл в Одессе, можете записать тоже. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. После победы, на что мы рассчитываем, надеемся, каковы дальнейшие игры после этого? Отлично. Я тоже рассчитываю, что мы выиграем. Останется... Ну, что дальше? Останется только одна игра со сборной Сербии. Это будет игра реально за первое место в группе. Я вам уже говорил, насколько важно занять первое место для того, чтобы попасть в корзину сильными командами и иметь больше шансов на выход из подгруппы на чемпионате Европы. Так что там уже будет подготовка плановая в мае месяце, если все будет хорошо. Но это загадывать мы не будем. Сегодня главное только игра 19-го числа с Германией. У журналистов есть еще вопросы? Пожелание победы, да. Пожелание, да. Мы желаем победы, конечно же. Спасибо вам большое за предоставленную информацию. Приглашаем одесситов еще раз на игру. Будем надеяться на вашу победу. 19-го числа 17.00. Всех одесситов срочно троял. Спасибо большое. Спасибо за предоставленную информацию. Спасибо.